МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это город сегодня, главные новости краевой столицы. В прямом эфире меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. И вот о чём мы расскажем прямо сейчас. В режиме круглосуточного дежурства в трёх районах и двух муниципалитетах Кубани ликвидируют последствия непогоды. Бениамин Кондратьев поручил оперативным службам держать ситуацию под пристальным вниманием. С 8 градусов тепла сразу в минус и снег. Смена погоды в краевой столице больше всего сказалась на транспорте, как наземном, так и воздушном. Расскажем, как ещё первый крупный снегопад отразился на жизни города. Корректировать старый генплан бесконечно невозможно, считает глава краевой столицы Евгений Первышов. Совещание по главному документу, согласно которому в ближайшие годы будет развиваться Краснодар, обсудили сегодня. Опыт финнов поможет с переработкой мусора и принесёт краю новые инвестиции. Делегация из европейской страны презентовала несколько проектов в краевой столице. Ну и теперь обо всём подробней. Оперативные службы Кубани перешли в режим круглосуточного дежурства. Такую команду дал губернатор Краснодарского края из-за непогоды, которая накрыла регион. Вениамин Кондратьев по видеосвязи провёл совещание с главами пострадавших районов. Из-за сильных осадков подтопленными оказались населённые пункты в Туапсинском, Северском, Абширонском районах. Также пострадали горячие ключи, геленджик. Везде уже приступили к ликвидации последствий разгула стихии. В селе Шабановское и посёлке Тхамаха Северского района устранены перебои с электроснабжением. А у подтопленного автомобильного моста в станице Ставропольской круглосуточно дежурят экстренные службы. В муниципалитетах созданы оперативные штабы. Идёт контроль за уровнем воды в реках местных жителей. О непогоде предупредили заранее, что позволило избежать серьёзного ущерба имущества. Всю информацию о ситуации в крае в течение дня докладывают напрямую главе региона. Непогода сегодня внесла основательные коррективы и в планы краснодарцев. Проблемы у многих начинались не выходя из дома. Где-то отключался свет, остывали батареи. Непросто было и городским автолюбителям. Несмотря на то, что многие решили не рисковать и пересели в общественный транспорт. Утренние пробки показывали уверенные 8 баллов. Более 100 автомобильных аварий произошло в городе в этот четверг. В основном из-за любителей летней резины. Удар по транспортному сообщению случился и в аэропорту. На прилёт и вылет к обеду были уже задержаны 9 авиарейсов. Некоторые самолёты из столицы, которые должны были сесть в Краснодаре, перенаправлялись на запасные аэропорты Ростова и Анапы. Пашковский аэродром весь день расчищала 10 единиц техники. К данному часу все лайнеры вылетели в пункты назначения. Воздушные ворота краевого центра работают в штатном режиме. Несмотря на связанные с непогодой трудности, горожане не унывают. Соцсети уже побелели от заснеженных пейзажей. Подробнее обо всех перепятиях уже по-настоящему зимнего дня. Юлия Жизневская. Жители южной столицы, где настоящая русская снежная зима, явление редкое, сегодняшнее утро явно шокировало. Этой ночью Краснодар замелось снегом. Рабочий день у дорожников начался затемно. С посыпки дорог песко-соляной смесью, чтобы к утру их гладь не напоминала зеркало. В этом году осень сдаёт свои полномочия уверенно и стремительно. Что весьма неожиданно для нас, ведь в прошлом зимнем сезоне первый снег мы увидели только в феврале. Но привычная тёплая кубанская зима не может быть оправданием неготовности. Потому руку на пульсе дорожники держат уже несколько дней. Встретить стужу во всеоружии – задача первостепенная. Заранее была подготовлена техника. Это комбинированные дорожные машины. На определенных местах уличной дорожной сети эти машины были расставлены с подготовленной песко-соляной смесью. Но это в основном возле путепроводов, мостов, основные въезды и выезды из города, ну и центральные и магистральные улицы. Было обработано порядка двух миллионов квадратных метров проезжей части уличной дорожной сети. И если в улицах говорить, то это порядка 50 улиц. Основные краснодарские магистрали расчищали силами 28 единиц техники. В режиме готовности ещё столько же. О том, что Краснодар к холодам готов по всем фронтам, Мурат Хунагов знает как никто другой. Водителям тяжеловоза работает добрые 10 лет. Уверяет, что не променял бы эту профессию ни на какую другую. С началом скользкого сезона за баранкой комбинированной дорожной машины чувствует себя городским супергероем. Я спасатель города Атаварии. Дорогу чистим, помогаем этим, чтобы движение нормальное было. Судя по очереди, к пункту шиномонтажа у нас по-прежнему актуальна поговорка. Пока гром, а в данном случае снег, не грянет, мужик не перекрестится. Ведь на летней резине растекают в прямом смысле до последнего. А потом хотят побыстрее и подешевле. И ночью работали, и днём работаем. И вот сейчас работа идёт не переставая. Чему мы очень рады, собственно. Я сегодня отвозил жену, допустим, в сад ребёнка на работу. А жену по улице Уральской, Северная. То есть те люди, которые не перебулись вовремя, собственно, не могли заехать на мост. Но не у всех снег ассоциируется с проблемами и неудобствами. В социальной сети зимний пейзаж по-краснодарски, пожалуй, не выложил только ленивый. Детвора ликуют. Впрочем, в каждом из нас живёт ребёнок. И при виде снега он обычно напоминает о себе. Почему без варежек, почему без шапки? Снег такое редкое у нас явление, что непривычно. Даже, наверное, нет ни шапки, ни варежек. Отличная погода, розовые щёчки, красные уши. Всё, что я люблю. Хочется, чтобы чаще снег не подал. Да, на самом деле, да, зима должна быть настоящей. Но вот это вот настоящая зима. Несмотря на то, что стартовала зима чуть раньше календаря, дальше, судя по прогнозу синоптиков, всё будет привычно для наших южных широт. Тёплый декабрь, бесснежный Новый год. Так что срочно на улицу лепить снежки и фотографировать, возможно, последний снег в этом году. Юлия Жизневская, Валентина Щербакова, Вадим Жалеев, телекомпания «Краснодар». В жизни каждого человека должен быть план. Для жизни города это правило тоже актуально. Именно поэтому в Краснодаре при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева приступили к разработке нового генерального плана. Совещание по этому вопросу прошло в мэрии. Зачем нужно менять действующий генплан и чем будет хорош? Новый узнала Анна Григорьева. Каждый город живёт и функционирует по уставу и генплану. Последний как раз отражает его реальную топографическую картину и учитывает перспективы по развитию экономики и инфраструктуры. Действующий генплан был принят ещё в 2012 году. Но Краснодар растёт и прирастает жителями. А значит, коррективов требуют и такие фундаментальные планы. Мы долгое время вносили всевозможные корректировки в генеральные планы. Мы понимаем, что генеральный план 2012 года у себя уже абсолютно и жил и не соответствует той действительности, в которой мы живём. Но этого мало. Безусловно, конечно, нам нужна далёкая перспектива. И для нас генеральный план – это тот документ, по которому, конечно же, город будет развиваться в последующие десятилетия. Евгений Первышов подчеркнул, что в новой версии генплана, помимо решений задач по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, также необходимо отразить проекты по созданию краснодарской агломерации, развитию дорог города, разработке стратегии Краснодара-2030, охраны исторического центра. Также он позволит в ближайшие годы активно привлекать инвестиции и при этом создавать комфортную городскую среду в кубанской столице. Разработкой займётся Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт перспективного градостроительства, на счету которого генпланы более 250 городов и посёлков во всех регионах страны. Документ будет разрабатываться поэтапно. Первый — сбор информации и исходных данных, которые специалисты НИИ затем изучат и проанализируют. Здесь мы должны получить настолько точную картину того, что есть, и ещё более точную картину того, что будет, чтобы не было никаких возможных толкований, чтобы у органов власти муниципальной было чёткое совершенно право принять правильное обоснованное решение со ссылкой на материалы генерального плана. Параллельно со сбором информации будут проводиться топографо-геодезические работы. На основе этих данных разработчики создадут цифровой топографический план Краснодара в масштабе. После того, как проект будет полностью разработан, его направят на согласование. В федеральные, краевые и городские структуры. Затем его ждут публичные слушания в Краснодаре, где проект представят горожанам. Предварительно его разместят на официальном интернет-портале администрации города и городской думы. Все желающие смогут ознакомиться и высказать свои предложения и замечания. После этого генплан будет отправлен на утверждение. В общей сложности вся работа над новым генеральным планом Краснодара может занять до трёх лет. Полтора-два года потребуется для работы проектировщиков. Около года займёт процедура согласований. Анна Григорьева, Анна Володина, Николай Цедрик и Юлия Дайнега. Телекомпания «Краснодар». Дороги, по которым приятно передвигаться. На сегодняшний день ремонтный сезон официально закрыт. Самое время подводить итоги. Имидж Дмитриевской дамбы меняли в формате федеральной программы безопасные и качественные дороги. По-новому теперь выглядят ещё 66 участков дорожной сети Краснодара. А это около 200 километров дорожного полотна. Готовность к зиме главных связующих город Артырии представители дорожного ведомства на этот раз обсудили с активистами ТОСа Центрального округа. На его территорию в программу обновления попали два путепровода и 12 отрезков улиц. Готовы выслушать, какие у вас есть к нам предложения, замечания. Нам важно знать, какую оценку заслуживаем в своей работе. Проблем очень много, мы знаем. И такой работы не проводилось, скажем, с советских времён точно. Я сам лично с 2000 года работаю в дорожной отрасли. Краснодар за прошедшие два года на восстановительный и капитальный ремонт дорог получил 3,5 миллиарда рублей. Результат большой работы виден невооружённым глазом. Дорога без дыр и ухабов, отремонтированы тротуары, нанесена пластиковая разметка. У школ установились специальные светофоры, постоянно мигающие жёлтым и призывающие к вниманию. А на пешеходных переходах – г-образные опоры с соответствующими знаками. Очень благодарны за ремонт улицы Чапаева, который был сделан, очень огромный участок. И Дмитриевская дамба, по которой я хожу каждый день на работу, раньше, конечно, было не сравнить с тем, что сейчас после ремонта. Вообще приятно преображается город в плане дорог. Те же самые колодцы, могу отметить, которых очень много. И когда они вровень идут с асфальтом, конечно, это намного безопаснее даже для автолюбителей. Общественники с самого старта работ контролировали качество, высказывали замечания и пожелания. Учитываться они будут и впредь, пообещали в департаменте транспорта. Уже 14 декабря дорожники планируют собрание жителей города с общественным обсуждением планов на 2019 год. К слову, федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2024 года. А это вселяет надежду, что каток со свежим асфальтом пройдет по большинству краснодарских улиц. Финские инвесторы готовы разместить свои предприятия по переработке твердых бытовых отходов на Кубани. Об этом иностранные бизнесмены заявили на встрече с главой региона. Дальнейшее сотрудничество Вениамин Кондратев сегодня обсудил с послом республики и представителями финских компаний. Европейская страна славится своим отношением к окружающей среде. Лишь 3% мусора отправляется на свалки, остальное перерабатывают. Опыт Финляндии может оказаться полезным для нашего региона, отметил губернатор. Ежегодно на территории края образуется около 2,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов в год. Чтобы решить проблему с переработкой мусора, необходимо строительство семи межмуниципальных полигонов. Утилизация твердых бытовых отходов и переработка. Вот это сегодня проблема, которая очень сильно актуальна для нашего региона. И мы сегодня активно занимаемся ее решением. Поэтому, я думаю, те проекты, которые мы сегодня можем обсуждать и находить решения в этой плоскости, для нас принципиально важны. То есть нужно отказаться от этих полигонов, говоря в простонародье свалок, потому что ничего хорошего в будущем, да и сегодня уже от этого нет. Мы готовы предложить ряд площадок для строительства непосредственно финскими компаниями, заводов по переработке, утилизации твердых бытовых отходов, попросту говоря, мусор. Я полностью согласен с вами. То, что нас интересует и наши компании, я думаю, что мы хотели бы как бы сделать прорыв где-то, создать такой хороший пример в этой отрасли, который дает вам эффект, реально решает ваши проблемы. Финские компании рассказали о своих путях решения проблемы и презентовали свои проекты. Краевые власти предлагают для строительства полигонов участки в Брюховецком, Тбилисском и Новокубанском районах. Вениамин Кондратьев обратился к представителям компании и отметил, что в регионе готовы рассмотреть все их предложения. Здесь важно понимать, что из переработки или утилизации твердых бытовых отходов для компаний, которые здесь присутствуют, конечно, важно сделать бизнес. Бизнес. Это, конечно, должно быть прибыльно. Поэтому здесь мы с удовольствием высушиваем и ваши предложения по логистической схеме утилизации переработки мусора, где бы вы поставили мусороперерабатывающие заводы. Как вы себе видите, конструкцию в рамках нашего региона по утилизации и переработке твердых бытовых отходов. Нам за вас считать сложно, потому что мы-то посчитаем. Но согласитесь ли вы с нашим счетом? А то, что мы предлагаем, конечно, мы предлагаем как нам выгоднее. Здесь нужно изначально исходить из общей концепции, где, как, чтобы мы потом никогда бы их понастроили, друг другу не мешали. Потому что мы же тоже можем затоварить, как говорится, рынок, а потом не будем знать, что с этим делать. Поэтому вот тут надо такое концентрированное, грамотное, возвешенное решение. Вот исходя из вашего опыта и уже понимания прибыли, составить такую вот бизнес-модель. Глава региона поручил профильным ведомствам детально изучить все предложения. Во свою очередь, руководители финских компаний отметили, что заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем. Интернациональным выдался сегодня день для Кубанского госуниверситета. Сразу две научно-практические конференции прошли почти одновременно в его стенах, и обе они были по теме межнациональных отношений, их истории и проблемах. Углубился в эту тему и мой коллега Антон Болзовский. С какими проблемами и вызовами сталкивается сейчас многонациональная Кубань и как не допускать конфликтов на национальной почве? Об этом и не только сегодня говорили в главном корпусе Кубанского госуниверситета представители городской и краевой власти, студенты кубанских вузов, члены научного сообщества и, конечно же, представители национальных диаспор края. В наше время такой диалог просто необходим. Этот диалог — это формирование общего понимания того, что у нас происходит в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Потому что своя точка зрения существует у представителей власти, своя точка зрения у представителей тех или иных национально-культурных автономий, объединений и своя точка зрения у ученых-экспертов. Вот обменяться этими точками зрения, посмотреть на ситуацию с разных сторон и выработать общее понимание ситуации. Конференция проходит уже в шестой раз, и с каждым годом число и участников только растет, а значит, крепнет и общее понимание тех проблем, к которым ведет разделение и, как следствие, конфликты между некогда единым народом. Наглядно, к чему ведет гражданская война, можно было посмотреть в соседнем корпусе университета. Здесь прошла другая научно-практическая конференция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В ней приняли участие воины-интернационалисты, студенты и преподаватели факультетов политологии, истории и международных отношений. Война, в которой до сих пор еще много белых пятен. Однако это не отменяет главного подвига советских солдат и того, что это тоже наша история, и мы должны ее знать, чтобы в будущем постараться избежать подобных кровопролитий. Основная цель конференции – это развитие чувства патриотизма, гордости за свою родину. Моральная составляющая одна. Солдат и офицер не выбирают то время и место, где наша страна, Россия, посылает его выполнить свой воинский долг. И он делает это с честью. И самая главная наша задача – научить этих студентов, особенно кто будет заниматься международными отношениями нашей страны через какое-то время, что надо сделать все, чтобы не допустить войны. И хочется верить, что именно этим ребятам хватит знаний и умений, полученных в том числе и на таких конференциях, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей многонациональной Кубани. А история афганской войны будет служить лишь напоминанием о том, к чему приводит межнациональная или межконфессиональная нетерпимость. Антон Балзовский, Александр Ивановский, телекомпания «Краснодар». Поддержка малого бизнеса и сохранение на селе офисов обслуживания. Губернатор Краснодарского края сегодня обсудил планы по сотрудничеству с председателем Юго-Западного управления Сбербанка. Вениамин Кондратьев и Евгений Титов говорили в том числе о стратегии развития Кубани до 2030 года. Согласно проекту, к этому времени воловой региональный продукт должен увеличиться в два раза. А рывок в экономике невозможен, считает Вениамин Кондратьев, без поддержки малого и среднего бизнеса. Новые экономические реалии, они заставляют нас искать новые экономические инструменты достижения цели. И вот здесь сотрудничество с Сбербанком, я считаю, нам может быть очень полезно, потому что совместные проекты Сбербанка и фонда микрофинансирования, гарантийного фонда по кредитованию малого и среднего бизнеса могут сегодня очень хорошо быть реализованы и ощутимы для малого и среднего бизнеса. Главное найти эти сегодня точки взаимного интереса, чтобы малый и средний бизнес ощущал в том числе реальную поддержку. И, Василий Иванович, нам необходимо создать, может, совместную рабочую группу, для того, чтобы мы синхронизировались с Сбербанком, в том числе и по совместному финансированию, может быть, малого и среднего бизнеса, иных каких-то крупных проектов, и социально значимых для края, и экономически значимых для края. Представители банка отметили, что поддержка малого и среднего бизнеса на Кубани остается одним из главных направлений. Только в этом году по Краснодарскому краю это больше 12 миллиардов кредитных средств, которые были выданы именно представителям малых форм хозяйствования. Всегда малый и средний бизнес в Кубани отличался как раз наибольшей активностью, потому что есть цифры, есть статистика, которые связаны в том числе и с приростом внутреннего регионального продукта, и у Краснодарского края всегда были такие топовые результаты. На встрече обсудили и ситуации с закрытием офисов обслуживания Сбербанка в сельской местности. По словам губернатора, клиентские отделения в небольших станицах и хуторах несут социальную нагрузку. При их отсутствии люди практически становятся отрезанными от финансовых операций. Сбербанк всегда был социально ориентированным банком. Я бы сегодня не хотел, чтобы вот эта социальная ориентация Сбербанка, она растворилась в сегодняшних экономических реалиях. Надо понимать, что на этой территории живут люди, и, поверьте, десятилетиями где-то, десятилетиями там было это отделение, они привыкли. И вдруг это отделение сокращается. Просто таким способом мы как бы косвенно их отрезаем от активности жизни. Давайте взвесим еще раз, насколько возможно все-таки приостановить процессы ликвидации отделений. В свою очередь, Евгений Титов заверил губернатора, что сельские офисы участвуют только в процессе оптимизации, когда одни отделения замещаются другими. Сегодня на территории края больше половины подразделений банка работают именно в станицах и поселках. Конец эпохи бумажных билетов. В России начнут пускать в самолет по смартфону. Когда это произойдет, узнаем у Алексея Коваленко, ведущего рубрики «Город финансы». Алексей, здравствуй. Приветствую, Дмитрий. Норма может заработать уже в 2019 году. Вступление документа в силу произойдет после его регистрации в Минюсте. Об этом я не только расскажу через пару секунд. В российских аэропортах готовится отменить бумажные посадочные талоны. Норма может заработать уже в следующем году. И авиапассажиры получат возможность проходить на досмотр и в самолет по смартфонам, пишет известие. По новым правилам авиаперевозчик может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и направить его на смартфон или планшет пассажира. В дальнейшем при прохождении досмотра сотрудники отсканируют документ прямо с экрана устройства. Бумажные билеты останутся, но не будут обязательными. Президент России подписал закон, вносящий изменения в две статьи жилищного кодекса. Он освобождает россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Всю необходимую информацию полномоченные органы смогут получать в рамках межведомственного взаимодействия друг с другом. Изменения вступят в силу с 2021 года, поэтому еще два года порядок сбора необходимых документов будет прежним. Рубль торгуется разнонаправленно к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 30 ноября, составляет 66 рублей и 63 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 31 копейку. Стоимость европейской валюты, наоборот, выросла на 37 копеек. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 75 рублей 88 копеек. На этом все, Дмитрий. Остается только добавить, если на пути тебе встретился хороший человек, совсем не важно, какого цвета у него личный самолет. А ну, особенно если он не прочь пустить тебя за штурвал. Спасибо, Алексей, мы переходим к другим темам. У одних завышенные тарифы за коммуналку, у вторых недостроенная канализация, третьи не могут добиться ремонта 30 лет. И кажется, проблемам нет конца, но это только на первый взгляд. Со всеми этими жизненными неурядицами горожане идут на личный прием в отделении партии «Единая Россия». Депутат Государственной Думы Владимир Явланов сначала слушает, затем строит алгоритм действий по оказанию помощи. Так запустили механизм решения вопроса пенсионерки из станицы Ленинградской. Она же ходит там вообще, а ее не успели. Я вам обещаю, что я этот запрос направлю. Дальше мы будем уже юридическим языком, вот, вместе с юристами, которые помогают мне в решении вопроса, думать, либо направить свою комиссию, либо мы организуем через муниципалитет о том, чтобы нашли правовые основания к тому, как решить этот вопрос. У народных избранников сейчас региональная неделя, и Владимир Явланов проводит ее в Краснодаре. Большинство обращений к депутату традиционно на коммунальную тему – тарифы ЖКХ, бездействия сотрудников управляющих компаний. Так, жители поселка Калинина по бульвару Интернациональному 14 лет стучали и в департаменты, и в проектные организации. Пытались добиться строительства фекальной канализации, но по разным причинам вопрос этот постоянно переносили и откладывали в долгий ящик. Но в 2019-м вопрос, рыть или не рыть, уже не стоит. Фекальная канализация просчитана и прорисована. На нее выделили 15 миллионов из краевого бюджета, добавит и городское финансирование. Житейских вопросов было поднято немало. Некоторые из них Владимир Явланов обещал обсудить с главой Краснодара Евгением Первышевым. Остальное решать надо на федеральном уровне. Запросы и предложения от краснодарцев будут услышаны и в Госдуме. За нее заступались Державин и Карамзин. Ее не любил Сталин, но все-таки распорядился включить в школьную программу. А еще ее именем назвали модель автомобиля. Сегодня день рождения буквы Йо. Седьмой номер алфавита и такая многострадальная судьба. До сих пор филологи спорят, нужны ли нам эти точки или нет. Что нас ждет, если именинницу упразднят, просуждала Анна Володина. Первыми в русском языке были напечатаны через букву Йо слова «зарею», «орел», «мотылек», «слезы», а также первый глагол «потек». Их в своем монахе «аониды» использовал Николай Карамзин. Мы решили представить себе на минуту, как выглядели бы, например, стихи без двух маленьких точек над «е» и вот что получилось. Над зарею я вздыхаю. Мотылек погиб вчера. Как орел он долго бился. Но сгорел совсем дотла. Слезы вытру о платок, чтоб мой кап мой. Не потек. Как видите, слова без «йо» сильно режут слуг современному человеку. И дело не только в стилистических и литературных предпочтениях, но иногда и в смысле написанного или сказанного. Все или все. Совершенный или совершенный. Небо или небо. Такие простые, казалось бы, вопросы могут возникнуть, если автор в тексте забудет поставить букву Йо. Мы спросили краснодарцев, смогут ли они обойтись без этой емкой гласной. Без буквы Йо я, конечно же, не могла бы обойтись, потому что рассказываю детям сказки про ежика. Люблю зимой на Новый год елку. Ну и иногда можно и поругаться, начиная на буквы Йо. Я придерживаюсь фунтуации, пытаюсь грамотно писать, что без «йо» никак. Конечно, я сына называю Йожик. Мне очень нужна буква Йо. Я не особо обращала на это внимание, на самом деле, пока вот сейчас не столкнулась с этим. Но, учитывая, что у нас местоимение, очень часто используется буква Йо, я думаю, что мы бы не смогли в русском языке без ее обойтись. Меня зовут Артем. У меня в паспорте буква Е. То есть у меня, по сути, Артем написано. Вот, как пример. За год. Вам не нравится это? Мне это не устраивает немного, да. Лично вы без буквы Йо смогли бы, да, нет, почему? Потому что я и Еремина не смогла бы. У меня был один знакомый, у него в свидетельстве о рождении было написано «Левин», а в паспорте «Левин». Это в корне поменяло его судьбу, как он сказал, он превратился во льва больше. Итак, мы выяснили, что для некоторых буква Йо может стать судьбоносной. Как же быть с документами, в которых написание «Е» и «Йо» разнятся? Букву Йо прописывают в документах обязательно, потому что если свидетельство о рождении, она указана, то в паспорте она обязательно должна быть указана. Иначе это считается недействительным документом. Документы – дело серьезное, но поменять их не так уж трудно. Сложнее с уважением относиться к родному языку в целом и к самой молодой букве в алфавите в частности. Владимир Кирчевский сказал, что буква Йо по-детски живая и эгоцентричная. Она всегда ударная и бросается в глаза. Частота встречаемости буквы Йо – 1% от 1000. На каждые тысячи знаков текста приходится в среднем по 10 Йо. Еще одно интересное замечание. На компьютерной клавиатуре буква Йо держится особняком. Она даже расположена отдельно в левом верхнем углу. Поэтому многие, когда печатают, просто про нее забывают. А на телефоне алгоритм написания Йо еще сложнее. При этом споры «нужна она или нет» продолжаются. Но нам кажется, что грядущий Новый год без Йо осиротеет. Ведь Йо – это елка. Анна Володина, Ксения Дударева, Алексей Попов, Александр Ивановсков, Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». Да, действительно любопытно. Но я принципиально за букву Йо. Потому что без нее я какой-то безликий пономарев. А меня, как и Артема, из нашего сюжета это не устраивает. И возвращаясь к главной теме дня – снегу в Краснодаре. Кто-то ему рад, кто-то на него зол. А вот домашние питомцы, как дети, радуются новым игровым локациям. Так известная краснодарская блогерша Кошка по кличке Мия уже порадовала своих подписчиков новыми публикациями. Сначала зимние осадки были для нее в прямом смысле как снег на голову. Но недоумевала Мия недолго утеплилась и сразу поняла, что зима – не время сидеть на месте. Спорт – он всепогодный. В парке Краснодар Кошка присмотрела себе новый снаряд. И это не привычный гимнастический козел или маховый конь, а целый травяной бык. На этих кадрах Мия уже осваивает кошачий скелетон. Для тренировок чистопородная британка выбрала горку детской площадки. Сколько было попыток пройти трассу, осталось за кадром. Но явно не одна, судя по тому, как уверенно кошка маневрирует лапами. Итак, трасса пройдена без ошибок. Золото в кошачьем скелетоне явно в кармане. Сколько всего успела за один снежный день кошка, что прям хоть себе в пример ее ставь. Желаю вам спортивного зимнего вечера. Всего доброго и до встречи.